Потому что первый принцип вообще витаминов, они должны поступать все одновременно. Если вы вдруг введете несколько витаминов и какие-то витамины не введете, вы создаете буквально за несколько дней искусственный дефицит тех витаминов, которые не вошли в процесс. Вот этого, похоже, не понимают люди, которые отвечают за нашу отечественную витаминную промышленность. Адели Дэвис описывает очень интересное наблюдение, что она бабушка была древняя, и еще в годы Великой Отечественной войны некоторые люди обращались к ней с экземой, островозникшей нейродермитом, то есть дерматитами. И она стала выяснять, в чем дело, и она вдруг поняла, что это люди, которые имели доступ к витаминам, им рекомендовали принимать по одной-две таблетки в день, а они, поскольку питание не только у нас, не только в блокадном Ленинграде, но и там тоже были перебои, они принимали по 5-10 таблеток в день. И у них за несколько дней буквально развивался дерматит и экзематозные проявления. Чаще всего, когда у кого-то из пациентов появляются такие проявления, у него идет поликлиника, ему ставят аллергия на витамин. И пишут красным карандашом на амбулаторной карте, аллергия на витамины группы В. Это совсем не аллергия. Вот все то, что проявлялось в виде экзема, дерматита, каких-то кожных высыпаний, я хочу, чтобы вы это осознали, было связано с тем, что искусственно вызвали острый дефицит тех витаминов, которые не входили в данную витаминную прописи. Поэтому, если возьмете аэровиды, камевид, гендерит, вы увидите, что там витамина группы В будет от силы, ну, в лучшем случае, 5, ну, вовсе не 11, как полагается, да? То есть, если вы принимаете это в этой минимальной дозировке, которая нужна для того, чтобы не умереть, то никаких проявлений осложнений не будет. Если вы дозу увеличите, вы создаете искусственный дефицит витаминов. Понятно? Вот это кажется странным, что я в свое время занимался программой очищения, мы давали очень большие дозы витамином, и тем не менее, вот такая витаминная накачка иногда давала признаки острого витаминного дефицита. Потому что держать баланс в организме – это самое сложное. Поэтому первый принцип для составления витаминных прописей – это их сбалансированность. Сколько здесь вот вы подсчитывали просто, если по позициям 1, 2, 3, 4, 5 вот входит в лайфмак? Сколько позиций? Сорок. Сорок позиций, представляете? Вот сорок позиций. Вы найдете похожие вещи, возможно, да? Если возьмете какой-нибудь вульгарный центр или витрам, который лоббирует и активно продвигает сейчас, да, всюду. Говорят о том, что это решение проблем и так далее, и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот витаминная пропись должна быть не только сбалансирована, второй принцип, но она должна учитывать реальную экологическую обстановку, она должна учитывать уровень нагрузок. Вот центром и витрам были созданы, похоже, для 70-х годов, потому что они не учитывают тех реалий, которые стремительно произошли в экологии за последние, может быть, 15-20 лет. И это уже прошлый век, центром и витрам. Вот Нью Скин, да, вот Лайфап, сделан для сегодняшнего дня. Вот если мы будем смотреть, что же здесь как бы выбирает, ну, условно говоря, на что сделан акцент, то мы увидим антиоксиданты, да? Вот антиоксиданты, причем они здесь в усиленной дозе. И способ оценки акцентного статуса, он тоже как флаг, да? Он оценивается до и после процесса. И вот, смотрите, как интересно. Здесь хрома относительно больше, и он стоит на первом месте. Хром. Пойдите, спросите в аптеке про хром. Не каждый провизор вам скажет, что такое хром и для чего он нужен. Здесь есть медь, и в редкую витаминную пропись входит медь. Здесь есть витамин К, и в редкую витаминную пропись входит витамин К. То есть здесь введены определенные ингредиенты, которые учитывают реалии сегодняшнего дня. Ну вот давайте мы подойдем как бы к реалиям сегодняшнего дня. Молодой меня просил не застревать долго, как бы на дозировках витаминов. Но я попытаюсь вам все это систематизировать. И вот, как на прошлой лекции, мы скажем. Вот В-комплекс, витамины В-комплексов, да? Я их группирую сразу, да, в разной группке в соответствии с дозировками. Смотрите, В-комплекс это В1, В2, 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 вот я пишу сразу дозировки, приблизительно 2 мг. Вторая группа будет В3, да? Здесь дозировка будет порядка 20 мг. В-комплексов, да? В-комплексов, да? В-комплексов, да? Дозировка будет порядка 20 мг. И вот это все вместе, дополненное еще такими малоизвестными нашим провизором витаминами, как парамибинезоиномислада, папка. Холиноназитол, который здесь, конечно, холиноназитол. Для них газировки, вот для этих ребят, составляют гораздо больше, порядка 500, там, миллиграммов. Все это вместе и составляет вот этот Б-комплекс. И попробуйте его дать не спалоксированный, то есть их 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, кого-то я забыл. Кого я забыл, Аладдина? Б6. Б6, точно. Б6 будет тоже здесь, вместе с Б2. Б6. Итого 11 витаминов. И если вы дадите Б-комплекс и что-то выкинете, и попробуете увеличить дозу или принимать длительно, то вы и получите то, что по незнанию в поликлинике называют аллергиями витамина группа В. Это могут быть самые разнообразные признаки дефицита тех витаминов, которые не вошли в данную пропись. Ну вот допустим, да, что мы не ввели в эту пропись В1. То есть мы искусственно будем создавать дефицит витамина В1. Чем это проявится? Это проявится всякими неврологическими проявлениями, нервозностью, какими-то парастезиями. Почему? Потому что острый дефицит витамина В1, ну это пролечить просто. Болезнь Бея. Бея, если постараться и вызвать специально, дать диету, например, с крысами делали такие действия. То есть давали им все витамины группы В, кроме В1. Ну его разрушали из питания химическим путем. И, соответственно, наблюдали симптомы дефицита В1. Но что интересно, что крысы, когда им давали рацион разнообразный, уже содержащий В1, они выбирали именно ту пищу, где был максимум В1. Человек тоже может чувствовать, чего ему надо. Поэтому, если ваш ребенок имеет какую-то повышенную тягу к чему-то, вам нужно понять, чего ему не хватает. Ну, например, когда беременная барышня ест что-то из звездки со стен, явно не хватает кальция. Вот, например, если ребенок его тянет на сладкое, то, скорее всего, это признаки дефицита витамина С на первом месте. Это признаки дефицита аминокислот. То есть, вот такие корреляты описаны. Вот, странная потребность в определенных видах пищи есть и у животных, и у человека. Способность самому выбирать то, чего не хватает в организме, у человека тоже самое сохраняется. Ну, вот все эти витамины, они знакомы вам, поскольку входят в состав лайфпака. Вот признаки дефицита В1 вы можете написать одним словом. Антиневритический витамин. То есть, против невритов, против невралгий. Вот почему в поликлинике при радикулитах колют В1 и помогают пить. Через 5-6 инъекций почему-то легче делается. Потому что наша современная жизнь с тотальной алкоголизацией, с пивной алкоголизм, эти все банкеты, вечеринки, алкоголь море разливанное, алкоголь, первым делом, разрушает В1. Поэтому все пьющие такие нервные, невыдержанные и заводные. Поэтому в России нужны хорошие дозы В1. Вот В1 очень повышает сообразительность, способность к обучению, алертность, то есть умение схватывать на лету. Поэтому люди, которые много работают над собой, над своим развитием, они знают этот витамин и применяют его в больших дозах. В дозе от 100 мг и выше. Есть такие формулы за рубежом для атлетов. Они так называются, формула атлет. Туда В1 входит в дозе не 2 мг, а 350 мг. Представляете? Но он, естественно, в таких больших дозах сбалансирован всеми остальными витаминами группы В. Ну, по крайней мере, не 2 мг будет В2, В6, а 50 мг. Я хочу, чтобы вы ухватили идею. Если вы даете какой-то витамин в большой дозе, вы обязаны подтянуть хотя бы все остальные дозировки. Это совершенно необходимо. Иначе вы дискредитируете саму витаминную терапию. Вот теперь витамин В1, он тианин. Тианин антидепритический, позволяет хорошо соображать, учиться, быть активным, желать победы, дает бодрость духа. Это витамин бойцов. В России его не хватает, потому что все пьют и его разрушают. Поэтому народ такой унылый, в низком тоне, и все время грустит. В В1. В В1, да. Но если вы пытаетесь его где-то купить, вы его найдете в вампулах. И применять его, как вы понимаете, в вампулах, без всех остальных витаминов группы. Поэтому от доктора полиглиники обычно коле В1, В6, В12. Это все прошлый век. Хотя бы так. В В2. Его называют рипом, лавин. Слово флавин – это пигмент. Именно этот витамин дает характерную совершенно окраску мочи. Да, все говорят, о, моча стала желтая. Моча должна быть соломенно-желтой. Белая моча – это как раз признак дефицитов витамина группы В. Поэтому она должна быть соломенно-желтой. Идеально классическая моча. Вот за счет В2 моча имеет желтоватый оттенок, когда мы принимаем витамин. В2 – витамин, у него множество разных функций, да? Но вот выхватим самые основные. При его дефиците наблюдается воспаление заеды вокруг рта, то есть дерматит вокруг рта и вокруг ануса, то есть вверх и низ, вход и выпад. В области мошонки. Это очень… вот если постараться и вызвать дефицит В2, а он на самом деле распространен, в Америке это самый распространенный дефицит, то будет вот такой вот дерматит вверх и вниз. Но самый первый признак, наверное, это изменение световой адаптации, когда трудно понять вообще то яркий свет, то тускло, то не хватает освещения, да? Вот это первый признак. Еще один признак характерный, который можно на физиономии заметить – это купероз, это сосудики, просвечивающие под кожей. Потому что при дефиците В2 возникает как бы тканевая гипоксия, и организм пытается открыть сосуды дополнительные и увеличить снабжение кислородом вот таким путем. Поэтому люди пьющие, у них, может, красные, и сосуды просвечивают, да? Вот это связано с тем, что алкоголь выводит не только в воде, но и В2, да? Поэтому часто у женщин, которые торгуют на рынке, вы можете видеть признаки дефицита В2. Они регулярно согреваются алкоголем, да? И у них эти признаки выживаются совершенно. Да? Заметили? Значит, это не обязательно контактный дерматит, вот какой-то такой, да? Это красные глаза, это сосуды, инъецированная склера, это сосуды под кожей, да? Вот такие проявления. Дефицит В6. Дефицит В6 бывает особенно, как бы, очевиден, когда предменструальный синдром, да? У беременных он часто бывает. Потому что, ну, вот, В6 у него интересные свойства. Он сопрягает отмен жирных кислот, аминокислот, углеводов. Поэтому, например, при употреблении белка, повышении количества белка в пище, потребность В6 возрастает, да? А белком мы сейчас все изрядно питаемся, надо сказать. Не то, что деревенские жители. У них мясо, вот взять таджиков, да? Худы таджиков. У них мясо очень редко бывает в рационе. И молочное очень редко бывает в рационе. В основном это сухофрукты, лепешка и зеленый чай. Поэтому они худые, да? И они являют собой, вот, совершенно другой типаж, нежели москвич. Москвич накачан фосфором за счет белка. Москвич, поэтому испытывает дефицит за счет избытка фосфора, дефицит кальция и магния. Москвич, он рейфлейт, да? Москвич, он имеет тризвики дефицита В6. Это проявляется в частности в том, что у всех нестабильный сахар. То гипогликемия, да? То гипергликемия. Потому что роль В6, одна из многочисленных функций, это, ну, как бы, регуляция углеводного, белкового и жирового обмена. Вот в совокупности. Во все комплексы для снижения веса, да, простые, входят обычно морская капуста, кел, лецитин и В6. Во все комплексы для устранения тошноты беременных, для предминструального синдрома входит В6 вместе с магнием. И вообще В6, а зовут его передоксин, да, одно назовем слово, он работает особенно хорошо вместе с магнием. В формуле вот этой.